Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В Караганде стартовали традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Первый заместитель Акима области Аслбек Дюсебаев посетил ряд промышленных предприятий в Каражале. Десятимесячной карагандинке срочно нужны деньги на операцию за рубежом. В Караганде стартовали традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию представили горожанам 9 районов области. За один день было реализовано более 500 тонн товаров народного потребления. Осеннюю ярмарку организовали на улице Олимпийская. На площади поставили 70 палаток. Мясо, яйца, плодовочную, а также молочную продукцию продавали по сниженным ценам. В открытии ярмарочного сезона принял участие глава региона Нурмухамбет Абдебеков. Основная задача – это создать возможность жителям города сделать заготовки на зиму по доступным ценам. Цены на привезенную сегодня продукцию достаточно взять мясную продукцию, овощную продукцию на 15-20% ниже, чем в супермаркетах в обычные дни можно купить. Людей на ярмарке было много, горожане закупались впрок. С их слов, покупать на ярмарке очень приятно, ведь здесь можно приобрести качественную домашнюю продукцию, да еще и по низким ценам. Хороший выбор, большой, это самое, и все виды мяса есть, и говядина, и свинина, и баранина, и цены приемлемые, так что мы в первый раз очень доволен. Очень хорошо, что так каждый год, тем более я тут живу, все так чисто, санитария такая, очень хорошие продукты, чистые такие, вообще молодцы. Очень понравилось, приемленные цены и очень много большого выбора. Спасибо, кто выращивал, кто все делал, спасибо им большое, что об нас думают. Радовались низким ценам в этот день не только покупатели. Довольными своей работой остались и продавцы. С их слов, низкая стоимость товаров достигнута благодаря торговле без посредников. Кроме того, места на ярмарке предоставляются бесплатно. Тяжелое время, пускай народ потешевле, чисто для народа, для себя. Помимо торговли, на площади был организован фестиваль Кумыса и Баурсаков. Жители смогли отведать эти яства бесплатно. Следующие ярмарки состоятся 31 октября, 14 и 28 ноября. А имам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинском регионе подорожала одежда. Детская, женская, мужская обновка выросла в цене почти до 50%. Такой же показатель роста зафиксирован и на обувь. Кроме того, подскочили в стоимости некоторые продовольственные товары и платные услуги. Аким области Нурмухамбет Абдебеков призвал чиновников разобраться с ситуацией. Несмотря на все усилия, прилагаемые на сдерживание цен, рост стоимости товаров все же есть. Подорожали овощи, мясо курицы, соль, яйца и макаронные изделия. Выросли в цене и фармацевтические препараты. Увеличение цен из 33 наименований зафиксировано по 14 наименованиям. Это на свеклу на 10,7%, ограчка курина на 7,8%, капуста на 7,5%, масло подсолнечное на 5,6%, хлеб, пшеничные звуки первого сорта на 4,5%. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков остался недоволен такой динамикой. Аким области призвал госслужащих усилить контроль за ценообразованием продовольственных товаров. Проводим ярмарки, собрали неплохой урожай, в том числе овощной продукции. Что там является генератором некоего роста, там, допустим, свекла выросла, капуста выросла. Непонятно, управление сельскому хозяйству разберегистом. Аймамрина Улжас-Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Ряд промышленных предприятий в Каражале с рабочим визитом посетил первый заместитель Акима области Аслбек Дюсебаев. Объектами посещения стали такие предприятия, как Уоркен, Ордогрупп и Жайремский горно-обогатительный комбинат. О ходе поездки более подробно в следующем сюжете. Первым объектом посещения стала Уоркен, специализирующийся на подземной добыче и переработке железной руды. Главным потребителем продукции является компания Арселар Митл Тимиртау. Средняя численность работников на сегодняшний день составляет около тысячи человек. Карьер западный и карьер дальней западный. Здесь сконцентрировано на карьере западном 20 миллионов тонн руды с средним коллективным содержанием свинца и цинка на уровне 5,5-6%. Также Аслабик Дюсебаев посетил предприятие по производству боритого утяжелителя и Уорда Групп. В поселке Жайрем первый заместитель Акима области посетил промышленное производство Жайремский горно-обогатительный комбинат. Комбинат специализируется на добыче и переработке полезных ископаемых, как руды, марганцевые, свинцовый, железный концентрат, боритовый утяжелитель и щебень. Объемы производства дальше расширять. На следующий год у нас производство по предконцентрату на уровне 232 тысяч тонн. Значит, это, если смотреть с содержанием свинца 19%, достаточно большие объемы и для Жайрема, и для Кастинка. Ну, а впоследствии, как я уже сказал, мы занимаемся проектом полиметаллы Жайрема. В 2019 году на предприятии планируется запуск нового проекта строительства обогатительной фабрики по переработке и обогащению полиметаллических руд мощностью 4 миллиона тонн в год. За счет реализации проекта будет создано 200 новых рабочих мест. Рынком сбыта продукции на сегодня являются Казахстан, Россия, Украина, Киргизия, Таджикистан и Китай. В реальном секторе экономики, благодаря работе системообразующих наших городских предприятий, снижен показатель лифопромышленной продукции 65,3%. И, к сожалению, мы вынуждены до конца года, то есть, наверное, до 70% только поднимем. На этом показателе конец года мы ожидаем и наши итоги. И, в принципе, остальные все показатели мы выходим в конце года. Есть вопрос у нас по вводу жилья. По завершении посещения детально были рассмотрены проблемные вопросы, по решению которых первым заместителям Акима области были даны ряд конкретных поручений. Гульза Ацахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний. Очень необходимое дело. Проводение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические привычки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические привычки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду-не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Десятимесячная Аделия Алдангор срочно нужны деньги на операцию за рубежом. У девочки порог сердца и еще ряд сердечных заболеваний, которые требуют срочного медицинского вмешательства. Стоимость операции около 42 тысяч евро. Родители малышки не в силах собрать нужную сумму в одиночку. Их единственная надежда сегодня неравнодушные граждане. Аделия родилась в декабре 2014 года. Уже на второй день после родов врачи обнаружили, что сердце у малышки находится справа. Они поставили ей диагнозы. Порог сердца, декстракардия, ДМПП и еще ряд болезней. Родителям посоветовали немедленную операцию. Причем в нашей стране ее не делают. Она стоит 41 тысяча 980 евро. И вот мы как бы простая семья, с одним заработком живем. Я сама одна дома с детьми. Муж работает. Нам эту сумму невозможно собрать самим. Вот поэтому я прошу всех отозваться, неравнодушных граждан, помочь нам собрать необходимую сумму. Сделать сложную операцию готовы в Германии. Родители Адели уже связались с лучшими хирургами. Только время не терпит. Малышку нужно везти туда срочно. Сейчас к ней каждый день приходит врач. Из-за дефектов в сердце девочке трудно дышать. Каждое активное движение приводит к потере сил вплоть до судорог. Болезнь не дает ей прибавлять в весе. В свои 10 месяцев она едва достигает 5 килограммов. Любое движение ей очень тяжело дается. Она сразу, у нее по лицу видно, что она синеет. У нее закатываются глаза, она в обморок падает. Она не выживет без операции. Аделя очень улыбчивая и жизнерадостная. Несмотря на свои заболевания, она стремится познать мир. Родители просят граждан не оставаться в стороне. Каждый из вас может внести свой вклад, чтобы спасти жизнь ребенка. Реквизиты, по которым можно высылать деньги, вы видите на экране. А имам Ренаж Асулам Акулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Жители поселка Актас могут остаться без тепла накануне морозной зимы. Из-за должников компания Караганды Жилузбыт может в любой момент перестать подавать свет. А без него котельная работать не сможет. И 15 домов могут остаться без тепла. Более подробно у нашего корреспондента. Котельная и П. Горбунов отапливают 15 домов поселка Актас. Долг перед компанией Караганды Жилузбыт составляет 7 миллионов 127 тысяч тенге. По словам директора котельной Майры Нургазиевой, 14 октября между двумя услугодателями было составлено соглашение о том, что долг будет погашаться постепенно. Однако ровно через неделю Майра Нургазиева получила уведомление о том, что с 26 октября будет прекращена поставка электроэнергии по улице Гастелло. Люди в панике забили тревогу. Я пенсионер, бывший шахтер. Мне 78 лет. Сегодня тепло есть, а завтра его может и не быть. Зима морозная будет. Из-за этих перепадов трубы испортятся и все. Зиму нормально не переживем. По словам директора котельной, с компанией Караганды Жилузбыт, у них не первый год проблемы. Несмотря на составленное соглашение, свет был дан в этот раз не сразу, а только на следующий день. И из-за этого пришлось производить ремонтные работы в котельной. У нас размородились задвижки на трассе. Вода замерзла, потому что в тот день ночью было на улице минус 6, минус 7 градусов мороза. Пятый котел, который стоит близко к дверям, значит он тоже перемерз. Все котлы были с водой. Ну, мы их начали топить, как вот такие. И трасса тоже, получается, заморозилась. Кое-где мы ее отмораживали и поменяли 8 задвижек. Боясь, что в ближайшее время будет отключена подача света во всех 15 домах, люди обратились к адвокатам. Правозащитники считают, что действия компании Караганды Жилузбыт являются не совсем законными. Мы расцениваем это как диверсионный акт, как какие-то действия диверсионного характера ввиду того, что ИП «Горбунов» занимается теплоснабжением поселка, теплоснабжением населения. Это является жизнеобеспечением населения нашей Карагандинской области. Ладно, хорошо, пусть это один поселок, но, тем не менее, это жизнеобеспечение. Уже позвонили мы в Акимат. Жалобы, конечно, наши зафиксированы. В Акимате, в Энергонадзоре. Ну и, естественно, сегодня же будут разосланы жалобы в прокуратуру, комитеты по регулированию естественных монополий. А вот у компании «Караганды Жилузбыт» другое мнение на этот счет. Незаконных действий в отношении котельной ИП «Горбунов» они не проводили. 7 миллионов долга накопили за два отопительных сезона. И в течение всего этого времени компания неоднократно напоминала о погашении долга. Со своей стороны мы произвели все предупреждающие меры, предупредили ее как в договоре, так и в гражданском кодексе. То есть, по всем срокам мы выдержали все сроки. То есть, со своей стороны мы предупредили ее. В ближайшее время, по словам директора компании, они намерены провести общее собрание с жителями поселка и прийти к единому решению этой проблемы. Амина Смакова, Тулеген Рашидов, Александр Тарикидзе, 1-й Карагандинский. 50-я внеочередная сессия городского маслехата состоялась 23 октября. На ней были рассмотрены ряд вопросов, основным из которых являлся о внесении изменений в программу развития города Караганды на 2011-2015 годы. Но изменения потребовались и в ходе самой сессии. Все дело в том, что на заседании было озвучено письмо. Какое, об этом расскажет Сергей Высокосов. Когда благодарят депутатов городского маслехата, об этом не афишируют. Считается, что они просто делают свою рядовую работу, и что это в порядке вещей. Обычно депутаты получают порцию негатива для активизации своей деятельности. Это тоже в порядке вещей. Но когда в городской маслехат приходит письмо с выражением благодарности, то озвучить его посчитали просто необходимым. На 50-й внеочередной сессии городского маслехата решили немного изменить протокол работы. Вдова Дана Васильева, мать двоих детей, один из которых серьезно болен, выразила благодарность Крючкову Владимиру и Булату Кенжину за оказанную поддержку. В своем письме заявитель пишет. Прошу выразить благодарность депутату Карагандинского городского маслехата Крючкову Владимиру Алексеевичу за оказанную помощь в обследовании и лечении трехлетнего сына, а также за моральную поддержку, открытость и внимание. Я уверена, что не ошиблась, избирая своего депутата. Дана Васильева отметила и отзывчивость депутата городского маслехата Булата Кенжина. Он помог в приобретении музыкального инструмента для старшего сына Васильевой. Те, кто озаряет жизнь других, сам не остается без света. Образно дополнила свою мысль Дана Васильева. Получить благодарность за свою работу, за отзывчивость от всего депутатского корпуса дорогого стоит. Далее сессия продолжила свою работу. Все подробности в следующем выпуске новостей. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В отделе занятости и социальных программ Караганды трудится более 400 человек. Их объединяет одно – отсутствие равнодушия. Лучших работников системы социальной защиты города в свой профессиональный праздник наградили за образцовое исполнение своих служебных обязанностей. Для них была организована праздничная программа. К ним обращаются с разными проблемами и просьбами. Кому-то нужна работа, а кому-то жилье. Все обращения граждан не остаются без внимания. Каждый сотрудник берет на себя ответственность за людей, которые нуждаются в поддержке. Айгуль Багжанова в системе социальной защиты уже более 20 лет. За свой труд она получила награду от Экима области. Работа мне очень нравится. Я очень рада, что мой труд был отмечен руководством области. Мы работаем с такими своими населениями, как безработные, малобеспеченные, пенсионеры, инвалиды. К каждому мы готовы протянуть руку, помочь в должной ситуации. Указом президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года учрежден День работников системы социальной защиты, который отмечается в последнее воскресенье октября. Во Дворце культуры молодежной для всех работников системы социальной защиты состоялся праздничный концерт. Отличившиеся сотрудники были награждены грамотами и благодарственными письмами. Поздравляю вас с праздником. Примите слова благодарности за ваш добросовестный и благородный труд, за искреннюю любовь к людям. Желаю дальнейших успехов в вашей трудной и кропотливой, но очень важной для нашего общества работе. Счастья, здоровья, семейного благополучия вам и вашим близким. В Караганде трудятся более 400 работников системы социальной защиты. Главная цель этой профессии направлена на социальную поддержку незащищенных слоев населения, а также решение проблем социального характера и оказание помощи всем нуждающимся. Полицейские задержали парня, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. 21-летний житель поселка Гадырь Шетского района обвиняется в жестоком убийстве несовершеннолетнего. Парня задержали при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Молодой человек признался в совершении преступления. На данный момент он во дворем в изолятор временного содержания проводится досудебное расследование. Задержанный признался, что 24 октября вечером из-за неприязных отношений совершил убийство 9-летнего мальчика. На данный момент он во дворе на изолятор временного содержания проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть убийство. Три года условного срока получил офицер-инструктор, допустивший гибель солдата во время военных учений в поселке Спаск Абайского района. Военный суд Карагандинского гарнизона признал отыраусского военнослужащего виновным по статье «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия». Трагедия произошла в конце июня нынешнего года во время военных учений на воде реки Кокозек в поселке Спаск. По сценарию учений солдаты должны были войти в воду и проплыть большое расстояние. В реку бросились сразу 12 военнослужащих, в результате чего образовалась давка. Когда один из солдат стал тонуть, его сослуживец, 24-летний Достан Сактаганов, спас его, однако сам выбраться на поверхность воды не смог. Поисковые работы велись около трех часов, а тело солдата нашли поздним вечером. Отметим, что ни спецтехники, ни врачей, ни спасателей во время учений рядом не оказалось. Это противоречит инструкции учений. «Дело расследовалось, все, приговор состоялся. Три года ему лишения свободы дали по Е-453, по холадности, на правильной работе, схват отношений к службе. Приговор еще не вступил в законы силы». Нуратан презентовал новый проект под названием «Вкладываем в будущее». Для детей-сирот открыли накопительные образовательные счета. Более подробно в нашем следующем сюжете. Государственная образовательная накопительная система дает карагандинским детям реальную возможность поступить в ВУЗ после окончания школы. Эту акцию поддержали депутаты фракции партии Нуратан, карагандинский городской Маслихат, а также представители бизнес-сообщества. «Это один из проектов «Вкладываем в будущее», «Вкладываем в детей». Мы, конечно же, готовим новое поколение казахстанцев с высокообразованным интеллектуальным уровнем». В ходе заседания 10 детям вручили сертификаты по 15 тысяч тенге, подтверждающие открытие персональных счетов. Государство гарантирует 5-7% годовых на сумму взноса. По достижению совершеннолетия накопленная сумма будет направлена на обучение ребенка. Создать будущее детям-сиротам помогли и меценаты. «Мое искреннее убеждение, что сегодня, чтобы быть успешным, нужно иметь хорошее образование. А чтобы получить хорошее образование, конечно, нужна поддержка взрослых. Именно поэтому я сегодня здесь, именно поэтому я открываю вклад для юного карагандинца». Дети – это будущее страны, ее научный и экономический потенциал. Среди нуждающихся детей оказалась Исаяна. Она уверена, что, позрослев, осуществит свои цели. «В будущем хочу стать учителем начальных классов». В прошлом году по инициативе первой леди страны Сары Назарбаевой для детей-сирот, проживающих в детских домах, были открыты и пополнены более 7 тысяч вкладов. Это и послужило примером на добрые подвиги. 27 октября в 10 часов в здании Дворца культуры Горняков состоится отчетная встреча начальника Департамента внутренних дел Карагандинской области, генерала-майора полиции Мергенбая Жапарова с населением города Караганды. Встречи с населением направлены на обеспечение прозрачности работы полиции, повышение доверия населения к органам правопорядка. Именно такие мероприятия становятся диалоговой площадкой, где граждане напрямую могут задать вопрос и обратиться с жалобой или просьбой. Все замечания и ходатайства будут рассмотрены, приняты меры по повышению эффективности работы личного состава, решению обозначенных проблем. Приглашаем всех жителей города принять участие в данном мероприятии. Это была последняя новость на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин